Здравствуйте! С вами Анна Спица, это канал о вязании. Сегодня я вам покажу один из вариантов эластичных наборов петель. Берем нить произвольной длины, я возьму побольше. Нить, которая идет к клубку, у нас находится в левой руке. А нить, которая заканчивается, то есть кончик нити, он у нас находится в правой руке. Далее я кладу нить на ладонь, обиваю большой палец, затем захватываю нить указательным и средним пальцами и дальнюю нить направляю вниз. При этом две нити я придерживаю двумя нижними пальцами, безымянным пальцем и мизинцем. Затем в правую руку я беру одну спицу, набирать петли я буду на одну спицу. Поворачиваю спицу вот таким образом, верхним концом поворачиваю вниз и с внешней стороны я натягиваю нить на себя. И затем поворачиваю вот таким образом по часовой стрелке. У меня получилась первая петля. Далее, так же как при классическом наборе петель, я набираю первую петлю. То есть я захватываю нить от большого пальца, затем веду спицу к указателю, захватываю нить и вывожу через петлю с большого пальца. Петлю с большого пальца я сбрасываю, нить затягиваю. Так у меня получилась вторая петля. Теперь хочу обратить вашему вниманию, что конец нити, который у нас заканчивается, он всегда должен находиться с правой стороны. А нить, которая идет к клубку, должна находиться всегда с левой стороны. Далее мы снова располагаем нить таким образом, как было первоначально. При этом средний палец у меня тоже придерживает нить. И нить у меня располагается только на большом пальце и на указателе. Далее я меняю положение большого пальца на нити, я его вынимаю и теперь с внутренней стороны завожу под нить. Вот так. То есть она как бы стала у нас находиться с изнаночной стороны. Далее у меня спица идет с внутренней стороны на внешнюю петлю, захватывает нить. Затем идет к указательному, снова захватывает нить. И тут мы спицу опускаем вниз и она как бы выныривает вверх через петлю с большого пальца. Далее я сбрасываю петлю с большого пальца и затягиваю. Далее мы снова одеваем наши нити на пальцы так же, как они были в первоначальном положении. При этом напоминаю, что нить, которая идет справа, это должен быть конец нити. А нить, которая слева, это нить, идущая к лубку. Следующую петлю мы будем набирать так же, как в классическом наборе петель. Вот так. Вторая петля у нас будет отличаться. То есть у нас петля на большом пальце будет располагаться не таким образом, как при классическом наборе петель. А мы будем менять положение большого пальца вот таким образом. И как бы с изнаночной стороны мы захватываем нить. Ведем ее к указательному пальцу. Захватываем нить и выводим под нить. Вот таким образом. И теперь спица наша выныривает снизу вверх. Вот так. Скидываем петлю с большого пальца. Затягиваем. Следующая петля у нас снова классический набор петель. Так мы чередуем до конца. До того момента, пока мы не наберем нужное количество петель. То есть одну петлю мы будем набирать классическим способом. И вторую петлю всегда будем держать нить на большом пальце наоборот. Вот так. Показываю еще раз. С внутренней стороны захватываем нить большого пальца. Затем ведем спицу к указательному. Захватываем нить. И теперь заводим спицу под нить и выводим ее снизу вверх. Петлю с большого пальца я забрасываю, нить затягиваю. Сегодня мы рассмотрели один из вариантов эластичных наборов петель. И не забывайте, вязать это просто. С вами была Анна Спица. Увидимся в следующих выпусках.